сейчас будем подготавливать плоскость плоскость для установки головки блока цилиндров плоскость блока цилиндров здесь вот остатки от старой от старых прокладок ну и наверное маленько почищу маленько почищу поршня вот тут налью 40 для того чтоб лучше отъедала так вот так вот мелкую наждачку меленькую наждачку потихонечку от старой прокладки здесь резиновый уплотнитель который на плавку на прокладку цепляется резиновый уплотнитель я его пытаюсь смыть при помощи vd-40 и наждачной бумаги хорошо снимается все прекрасно продолжаем чистку еще раз смочили вы дышкой наждачка мелкая можно сказать очень мелкая видите все почернел очищается все хорошо где-то просвечиваются старые остатки прокладки от резинового ее покрытия прорезиненного покрытия я их все стараюсь очищать вот практически очистил блок цилиндров прилегания место прилегания головки при помощи его аспирита vd-40 и мелкой наждачки сейчас буду чистить вот эти вот вот эти вот поршня поршень почти почистил сейчас этого протру значит четвертый и первый цилиндр осталось 2 3 почистить и можно будет на место устанавливать головку начинаем очистку 2 3 поршня поршня почищены вот чистенько теперь надо будет устанавливать головку прокладка головки блока цилиндров вот она сейчас мы распакуем сколько стоит не знаю видео не про это сколько стоит видите она вот из вот это вот прорезиненные части вот они прорезиненные примеряем неправильно так примеряем вот так вот больше похоже ну не идет значит значит так вот вот они направляющие вот эти направляющие раз вошли с этой стороны они бы не вошли либо они вот так встают либо вот так ну так навряд ли потому что здесь вот не закрывает поэтому переворачиваем вот так и было все попали теперь перед тем как ставить возможно вот в этих колодцах для болтов которые стягивают для 10 болтов которые стягивают головку блока цилиндров сбоку цилиндров попала грязь поэтому надо вот прямо вот край надо их продуть иначе возможно если там грязь начнем крутить болты и степень затяжки болтов там по моему 140 ньютон ну то есть бешеные усилия и она может просто выдавить и сломать блок цилиндров где-то получится трещина поэтому убираем и продуваем компрессором я ранее продувал это для видео чтобы понятно было так здесь заметил вроде как грязь в рубашке охлаждения попытаюсь ее тоже повытаскивать ну вот она мелочь ну грязь мелочь пузатая блок цилиндров блок цилиндров установки головки блока цилиндров готов все продуто очищено вот сейчас я буду уложить прокладку сверху естественно тоже чистую без всякой смазки без ничего вот и буду затягивать затягивать положенными моментом затяжки генометрическим ключом сейчас все увидите головка наконец-то установлена я сейчас ее буду прикручивать при помощи вот этих болтов вот они болты вот эту вот резьбу надо обязательно почистить продуть здесь тоже почистить продуть здесь под шестигранник такой внутренний не знаю как они называются ну вот вставляем вот этот шестигранник у меня обыкновенный на восемь потом сюда четко подходит и я начинаю вкручивать болт вот чтобы было быстрее у меня есть вот такой вот фасонный шестигранник что на нем написано т-55 я вот не понимаю этих обозначений просто он у меня есть и все так вот вставляю во первых им удобнее вот можно сюда вставить трещотку будет еще быстрее но мне это пока пальцами удобнее вот вот так вот все десять болтов надо вставить и протянуть вот про то что я говорил чуть ранее закручиваю болт вот он упирается и при усилии десять ньютон начинает как бы скальзывать проворачиваться то есть там внутри что-то им мешает мешают упереться скрыть его это масло которое накапало туда хотя я продувал сейчас проверим вот в этом отношении надо быть очень осторожным ну конечно вот вся резьба в масле вот если тут видно вся резьба в масле во-первых надо убрать резьбу убрать с резьбы масло бумажкой отходами бумаги чтобы потом сразу выкидывать вот и залезть в этот колодец в который закручивается болт вот резьба довольно длинная миллиметров наверно восемьдесят что больше залажу в колодец и слышите там вот оно видите масло как по стенкам размазалось да немножко но мешает вот этим маслом если там будет мало места можно при хорошей затяжке раздавить то есть получится трещина так убрал еще еще раз пробуем до дна слышите там булькает немножко есть так пробуем еще раз завернуть будет будет ли она проскальзывать нет без масла стало четко до конца уперов значит масло высосал оттуда вот для того чтобы завернуть головку я использую вот такой вот динаметрический ключ пользуюсь я ему уже лет десять классный ключ вот делаю такую удлинитель вставляю фасонную головку шестигранником фасона ст 55 покажу здесь чтобы было понятно вот так вот подтягиваю примерно до 25 сначала протягиваю конечно в определенном порядке сначала серединке потом края рядом с серединкой и края рядом болты и постепенно переходим к ранним болтам все протягиваю предварительно на 25 ньютон как бы ну как бы на металл на металле внутри головки окончательная протяжка будет так сказать уже по конечным значениям об этом я расскажу почему именно порядок важен чтобы не изменилась геометрия головки чтобы ее не перекосило а то я одну сторону затянул раньше и больше а другую попозже и она будет иметь так сказать теоретически хотя ни разу такого у меня не было я все время затягивал как положено теоретически там может появиться щель которая потом приведет к прогорению прокладки или подтеканию тасова в цилиндры так затягиваю на 45 раз есть 1 2 3 4 5 получается крест-накрест как бы 6 5 получается крест-накрест 7 8 9 10 так и теперь чтобы как говорится на 90 на 105 градусов как 105 градусов ну будем считать что вот так если 90 то 105 чуть побольше вообще я рисовал там вот чтобы довернуть на какие-то градусы и не ошибиться что каждый болт повернут и вот у меня старенький лак жена отдала уже не красит и вот я вместо краски сейчас наношу на болт на каждый болт точки в одном положении чтобы когда буду поворачивать я буду ориентироваться на эти мазки так сказать так вот так сделал все теперь теперь будем доворачивать доворачивать на 105 ну вот так вот предположим так один есть этот у меня ну ладно дальше поехали покраски покраски сориентировался вот этот нормально а вот этот вот не довернул чуть-чуть следующий первый второй третий так еще чуть-чуть я думаю надо третий 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 до под udi см пор